Добро пожаловать в инфосферу. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Моя бывшая подружка. После тяжёлого разрыва с девушкой, Винсент решает никогда больше не подвергать своё сердце тяжёлым ударам любви. Он съезжает со своим старым проверенным другом Нефили. Так уж случилось, что Нефили – безбашенная эмоциональная блондинка. Главное правило их дома – никаких серьёзных отношений с третьими лицами. Позволены только встречи на одну ночь, не более. Ну разве не романтично? Архитектор Натали давно разочаровалась в книге и романтической комедии. Но встреча с уличным грабителем переворачивает её жизнь с ног на голову. Потеряв сознание, она просыпается в Нью-Йорке, который совсем не похож на к обычной серой город. Скоро девушка понимает, что оказалась ненавистным ром-коми, живущим по всем законам жанра, с яркими красками, цветами, грубым геем, красивыми мужчинами и самой цензурой. Отпетые мошенницы. Как стать успешной мошенницей? Всегда будь во всеоружии. Высокие каблуки, яркая помада и главное – утягивающее бельё. Будь готова расплакаться в любой момент. Ни один мужчина не устоит перед женскими слезами. Бери всё, что плохо, лежит и хорошо блестит. Для каждой миллиона может скрываться миллиард. Не откажись ей в удовольствии и проверить. Мама, мне едва. Сбежать на райский Кириллический остров, чтобы гулять по улочкам очаровательного города, наслаждаться местной кухней, танцевать до утра, кататься на яхте и влюбиться без памяти. Что может быть лучше? Звучит как идеальный план. Да и на всю жизнь тоже. Укрощение свекрови. Инга и Андрей были бы самой счастливой парой, если бы не одно «но». Мама. А точнее, Анна Михайловна. Невыносимая свекровь и домашний тиран. Жить в отдельной квартире у молодых супругов никак не получается. Мама требует бесконечного внимания и заботы. А поскольку у мамы больное сердце, Андрей потакает всем ее капризом. И, конечно, невестку мама не переносит. Однажды измельченный Инги приходит в голову идея, как раз и навсегда укрутить свекровь. Ведь все познаете в сравнении. Инга решает. Нейте себе замены. Причем замены ужасающие, стремя детьми и бывшим мужем наголовникам. Сыграть новую исправницу, Андрей, должна быть четко и навык. Алиса. Однако все обязательно поправили. Безумная свадьба. Директор районного краеведческого музея Василий Середюк, отправляя дочь Катю во Францию на учебу, не ожидал такого поворота. Месяц назад она сообщила, что выходит замок из французского врача, кардиохирурга Франсуа. Середюки европейской семьи. Этот лозунг услышал в районе каждый личный от Василия. Каково же было его удивление, когда он увидел, что желанный европейский зять – афро-француз. Организовать свадьбу так, чтобы она не состоялась, кажется прекрасной идеей. Но когда на пути стоит настоящая любовь, неизвестно, удастся ли такой план реализовать. Железное небо-2 20 лет спустя после разрушительной ядерной войны. Земля превратилась в беденную пустыню, а остатки человечества переселились на ту самую базу, когда-то основанную сбежавшими нацистами на тему Сыройной войны. Таково же было удивление людей, когда к Земле прилетает самодельный космолет, собранный русским парнем Сашей, чтобы спасти немногих выживших. Но вместе с беженцами на лунную базу прибыл и брат Гитлера, который рассказывает обе Вашингтон, что в центре Земли имеется источник вечной жизни. Недолго думая и прихватив соратников в лице лучшего друга, Саши и последователей культа Стива Джобса, отважная девушка отправляется на поиски Врааля. Мы – Миллеры. Дэвид Берг мелкий торгует с наркотиками. Среди его клиентов – повара и скучающие домохозяйки. Детям он наркотики не продает и поэтому считает себя принципиальным человеком. Дэвид действительно хорошо относится к детям, но это не остается безнаказанным. Он пытается помочь подросткам, попавшим в беду, и на него нападают хулиганы-панки. Они отбирают у него наркотики и деньги. И наш герой оказывается в отчаянном положении, ведь ему нечем расплатиться с его поставщиком Брэдом. Единственный выход – подрядиться на доставку крупной партии наркотиков через границу. Лови момент. Главная героиня – милая, амбициозная девушка Риты из провинциального городка на Черноморском побережье. Она решает вырваться из рутины ведения местных свадеб и утренников и приезжает покорять столицу, пытаясь постепить театральное училище. Ее ждет много сложных испытаний, которые, порой, превращаются в очень комичную историю. Опасный бизнес. Дерзкая длинноногая блондинка, она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкупа компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальнице, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!